Семь футов под Килем. Пожелание и удача для речников – дело важное, особенно когда выходишь в первый рейс в новом году. Именно здесь, в городе Мастеров Граце, на шлюзе Нижегородской гидроэлектростанции, грузовые суда, как бы проснувшись после зимней спячки, отправляются бразить речные просторы. В Нижнем Новгороде сосредоточены основные силы речников. Здесь огромное количество флота, плавсостав проживает здесь. Здесь учебные заведения, это, по сути, столица речников. В Череповец под погрузку металлом и шлаком с Нижегородской земли уходит буксир-толкач с ледовой приставкой и пять теплоходов. Весна, конечно, внесла свои коррективы, поэтому выходить приходится с небольшим опозданием. Но это не только у нас. На Нижней Волге и на Дону грузовая навигация вообще открылась 5 апреля. Место привычное – середины марта. Сейчас в южных регионах страны трутся экипажи 20 теплоходов Божского пароходства. Уже начали погрузку щебня в Самарской области, серы в Астрахани и металла в Тольятти. Речник – это вот как космонавт, он всегда пользовался особым уважением у населения. И ребятишки хотели не только штурмовать океаны, но и ходить по Волге, потому что они здесь родились, они любят свою землю. И я думаю, что в ближайшее время мы будем светлями этого возрождения, как феникс из пепла возродился, так и возродится речной флот. Всего грузовой навигации подготовлено около 200 теплоходов, среди которых буксиры-толкачи, баржи и теплоходы проекта «Волгодон». По традиции, вслед за грузовыми в рейс выходят и пассажирские суда. Уже 28 апреля из Нижнего Новгорода в Казань отправится теплоход Георгий Жуков. Сергей Щеплякин, Алексей Калякин, Объективно, ННТВ.